Доброе утро, ребята! Всем привет! Это рубрика «Тайны шести континентов». Ребята, если вы любите удивляться и узнавать страшные секреты, смотрите нас внимательно. Марина, куда мы отправимся сегодня? И что нового узнаем? Сегодня мы отправимся в Австралию и познакомимся с кенгуру. Это животное обитает только на этом материке. Ну что, полетели? Полетели! Я знаю, что кенгуру – символ Австралии. Это животное изображено даже на гербе страны. Верно, Филя. О кенгуру можно рассказать много интересного. Но обо всем по порядку. Это животное обладает острым зрением и слухом. Оно может уловить любой звук. Его уши поворачиваются на 360 градусов. Питается кенгуру исключительно травой. Двигается очень быстро. Прыжки могут достигать 3 метров в высоту и 9 метров в длину. Для сравнения, это 9 шагов взрослого человека. Ничего себе! Они могут прыгать назад, а? Назад прыгать они не могут из-за особого строения задних лап и хвоста. А я заметил, что хвост у них огромный. И очень сильный. Именно поэтому кенгуру может стоять на одном хвосте и наносить удары лапами своему противнику. Марина, а кто главные враги кенгуру? Ну, змеи и дикие собаки-динго. А еще жара. Спасаясь от нее, животные научились рыть глубокие колодцы. В них они охлаждаются. А вот интересно, откуда произошло их название? Ну, существует несколько версий. Расскажу о самой известной. Английский путешественник Джеймс Кук прибыл в Австралию и заметил странное животное, которого никогда раньше не видел. Он спросил у местных жителей, как оно называется. Аборигены не знали английского и ответили ему на своем, не понимая, что звучало как кенгуру. Так мореплаватель и стал называть животное. Филя, правда, позже ученые доказали, что это легенда. На самом деле слово кенгуру пришло из языка одного австралийского племени и означает «большой прыгун». Хм, как все просто. А еще долгое время люди думали, что это животное имеет две головы, пока ученые не открыли тайну вынашивания детенышей кенгуру в сумке. Во, это очень интересно. Марина, а ведь только у кенгуру малыши рождаются в сумке? Нет, Филя. Кенгуру относятся к сумчатым животным. А их много. Малыши у сумчатых появляются на свет очень маленькими. Например, у кенгуру рост новорожденного малыша чуть больше двух сантиметров. Вот столько, представляешь? После рождения малыш растет в сумке у мамы. Ой, такой маленький. А как он туда попадает? Рождается кенгуренок с цепкими коготками на передних лапках. Ими он хватается за шерсть матери и ползет к сумке. А как он узнает дорогу? По запаху молока из маминой сумки. Для маленького кенгуру сумка становится домиком, в котором он спит, ест и растет. А когда ему исполняется полгода, мама спокойно отпускает его от себя. Какое все-таки интересное и необычное животное кенгуру. Ребята, а о каком животном хотели бы узнать вы? Мы всегда рады вопросам, на которые вы хотите отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдем, на каком бы континенте они от нас не прятались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова